О том, что наш город не приспособлен для езды велосипедистов, говорится уже не один год. У нас нет велосипедных дорожек, парковки можно по пальцам пересчитать. Так еще и участники движения почему-то неуважительно относятся друг к другу. В том году я ехал на втором участке и вылезла передо мной машина. Я ее сразу не заметил и улетел. Кто был виноват? Водитель. Так как я ехал, двигался по главной дороге и он выехал. Чем закончилось? Я перевернулся, улетел, все. А водитель как отреагировал на это? Никак, дальше поехал, все. Но если Александру почти 18 и он уже может постоять за себя, то вот ребятам помладше приходится нелегко. Юле всего 13, но в ее жизни уже предостаточно историй, когда автомобилисты вели себя некорректно. Бывает, ты так выезжаешь из дома и она тебя прям подрезает. Мама Юли каждый раз отпускает дочь на велопрогулку с опаской. Мы с ней иногда выезжаем вдвоем кататься и в принципе в процессе езды проговариваем правила дорожного движения. Помогают разобраться с правилами дорожного движения юным велосипедистам и в клубе «Велоорск». Это одна из немногих организаций города, где детям разъясняют, как надо ездить по улицам. У нас очень много детей попадает в любые ситуации и приятные, и неприятные. Но больше, конечно, неприятных, потому что у нас нету мест, где ребенок может прийти покататься. У нас нет мест, где ребенок может прийти, ему хотя бы объяснят, что можно, что нельзя делать на дороге. То есть я понимаю, конечно, что есть родители, которые должны заниматься с детьми, есть школа, которая должна заниматься с детьми. И даже есть отдел пропаганды в ГИБДД, который должен заниматься с детьми. Но они охватить всех не могут. И пока у нас нету каких-то обучающих программ, все это действует до того, пока ребенок сам с ситуацией не столкнется. С 1 апреля вступили в силу новые правила движения для велосипедистов. Они еще больше ограничили их права. По идее, это должно было улучшить ситуацию на дорогах. Но статистика печальна. Цифры по количеству пострадавших за пол этого года сравнялись с тем, что вышло за весь прошлый год. За 6 месяцев 2014 года на дорогах города зарегистрировано 4 дорожных транспроисшествия с участием велосипедистов. В трех дорожных транспроисшествиях это были дети. Из них в двух дорожных транспроисшествиях. В винах усматривается детей. То есть они пересекали дорогу не по правилам дорожных движений, попали под машину. За аналогичный период прошлого года идет большой рост. То есть если в 2013 году на данный период зарегистрировано всего одно дорожное транспроисшествие, в котором один человек получил ранение. Из-за чего сложились такие цифры, вопрос сложный. Но сейчас пора задуматься не о том, кто виноват, а о том, что делать. Впереди еще два месяца каникул. То есть родителям пора серьезно поговорить со своими детьми-велосипедистами. И не важно, что ваш ребенок порой аккуратнее, чем автомобилист. Ведь всем понятно, кто с большими травмами выйдет из аварии. Ирина Сереброва, Даниил Гнедов, служба информации и телерадиокомпании «Евразия».